Итак, мы продолжаем с вами читать и перечитывать книгу, которая в Израиле называется главной книгой по еврейской этике, по мусару. Книгу Равыцка Козильвера, которая была названа по строчке из письма, которую написал ему дедушка Равмойши Шмуэль Шапира. Я знаю, что вы живете в очень холодном климате, и я только одного прошу у Творца, чтобы ты остался верующим евреем, чтобы ты остался евреем. И вот Равыцка рассказывает одну особенную историю, которая происходила много лет тому назад, про то, что происходило с великим мудрецом Равмортхеле из литовского города Ашмяны. А как раз его дедушка, Равмойша Мишел Шмуэль Шапира, был с ним дружен. Когда мамина сестра серьезно заболела, отец спешно написал письмо Равину Мортхеле. «Помолитесь за здоровье моей дочери». А ответ пришел незамедлительно. «Желаю здоровья Рабанит». А о больной дочери ни слова. Когда ответ пришел, дочери уже не было в живых, а заболела жена Равша Пира, Рабанит Сора Фейга, моя бабушка. И бабушка выздоровела и прожила долгую жизнь. Про Раб Мортхеле из Ашмян говорили, что он был великий человек. И он одинаково разбирался в открытой части Торы и в тайны. Позже, где-то в 60-е годы, я накнулся в одной книге, не помню название, на сообщение о Раве Мортхеле. И говорилось об особенном письме, которое он написал в 1881 году. И он послал это письмо Пинхасу Михелю из города Анаполе. Антиполе. Буквально на днях это письмо было напечатано в одной религиозной израильской газете. И Равыцкак его полностью переводит с небольшим сокращением. В ночь накануне святого дня Йом-Кипура я учил то, что должен был учить, и вдруг за столом вздремнул. И во сне я вижу, как приходит ко мне какой-то человек и говорит, что с тобой, почему ты заснул? Встань и проси у Творца. Я испугался, встал, омыл лицо, понимая, что это сон. Ну, я напомнил себе то, что написано в Талмуде. Сны, говорят, пустое. Но на сердце у меня стало неспокойно. И я продолжил учебу и опять заснул. И снова во сне открывается мне этот человек. И с ним еще двое. И эти двое говорят, знай, что сон твой был правильный. Подумай о своих делах. Я спросил, что я должен делать. И проснулся. Ну, вижу, что это сон. И опять говорю, сны, говорят, пустое, не прибавляют, не убавляют. И Равмотхеле приводит цитату из Талмуда. По закону Торы сны не должны влиять на наши поступки. Потому что нельзя ручаться. Они верны или нет? Скажем, открылся вам во сне ваш покойный дедушка и сообщил, что зарыл в поле деньги. И они предназначены для цдаки. Вы пошли на это место. Нашли эти деньги. Вы должны их отдать или нет? Нет, не должны. И вот, продолжает Равмотхеле. В Йом-Кипур я много плакал, что обычно со мной не происходит. А накануне Шмине Ацерет я спал в суке. И снова я увидел этого человека в белых одеждах. Твои слезы в Йом-Кипур помогли. И меня послали сообщить тебе, что ты можешь стать тем, что тебе решено. Я отвечаю. Я не знаю, что мне нужно исправить. Я не знаю, какое решение вынесено по поводу меня на небе. Я не знаю, в чем мой грех. За что мне посылают посланника. Я плакал и проснулся. Но, проснувшись, я уже не говорил, что это пустой сон. Я понял, что этот сон очень важен. И никогда не было у меня такого радостного Шмине Ацерет. Но ночью, во сне, опять я увидел этого человека. И вид его был очень грозен. И он, обращаясь ко мне, говорит, сколько раз я должен над тобой трудиться? А я прошу, объясните, объясните, в чем дело? В чем дело? И он отвечает. Я Рамьосеф Бен Лев. В 16 веке был такой великий мудрец. Я был судьей и разбирал имущественные вопросы. И вот у меня судились двое. И я присудил, что один из них должен уплатить другому. Но должник отказался. Я его предупредил, что я могу наложить на него херем. И вышел на улицу. Как евреи обеспечивали исполнение закона в своей среде? Это херем означает запретить всем людям разговаривать с этим человеком, должником. Пока он не отдаст долг, это и было вот это известное предупреждение. И этот человек, вместо того, чтобы исполнить то, что я сказал, подошел ко мне и дал мне пощечину. И вина его лежит на нем до сегодняшнего дня. А прошло уже около 400 лет. Ты один из его потомков. И ты должен ему помочь. Я говорю, я не знаю, чем я могу помочь. И он продолжает. Я написал книгу Шут. Шейлот Ватчу Вот. Вопросы и ответ. Добудь эту книгу и постарайся ее выучить. И это сможет ему помочь. А сколько времени я должен ее учить? Ты же занят. Ты же раввин. Тебе приходится решать множество вопросов. У тебя есть дети. Поэтому учи ее 4 года. Я говорю, но у меня нет этой книги. Ищи. И я тебе подскажу. Купи ее у раввина Антиполя. А почему именно у него? И на этих словах я проснулся. Но я был очень занят тогда. И послал одного моего доверенного человека в Вильню. Что он там купил мне эту книгу. А через неделю тяжело заболела моя жена. И опять во сне открылся мне этот человек. Почему ты не выполняешь мое указание? Это последнее предупреждение. Болезнь твоей жены будет тебе знаком. А я отвечаю. Но я ведь послал человека в Вильню. Не все ли равно, где купить книгу? Не все равно. Немедленно пошли своего человека к раввину Антиполя. А я говорю. Ну какая разница? Что за причина? И он мне объясняет. Рамин Антиполя написал комментарий на трактат Назир. Но у него нет денег напечатать эту книгу. Если ты купишь у него мою книгу, он начнет откладывать деньги и сумеет ее напечатать. А какое это имеет отношение ко мне? А почему вы сами не идете к этому раввину Антиполя? А он отвечает. В тайны Творца не суйся. Делай, как я сказал. И Рав Мортхеле написал письмо Раву Пинхасу Михаэлю, раввину Антиполя с горячей просьбой. Я напуган. Прошу вас, пожалейте меня и пришлите эту книгу. Я уплачу сколько нужно. Моя жена в большой опасности. Молитесь за меня, ваш друг. Такое вот письмо. И вот Равицкак продолжает. В очередной раз я возвращаюсь из Хайфы. А в Израиле снегопад. Только к полуночи я добрался до Тель-Авива. А снег валит. Дороги непроходимы. До Иерусалима транспорта нет. И мне приходится оставаться в Тель-Авиве. Я жутко устал. Не замечал даже обстановки. Так что толком и не помню, как я попал в тот дом. Кажется, спрашивал у редких знакомых, где живет религиозный еврей, у которого можно переночевать. И мне указали. Пойди туда, там могут приютить. И я постучал. Дверь открыл человек лет пятидесяти. Вежливый, религиозный, предложил войти. Я вошел, осмотрелся. Книг у него было полно. И вдруг я вздрогнул. Я увидел книгу комментариев Равина из Антиполя на трактат Назир. Ту самую книгу, о которой говорилось во сне. Я никак этого не ожидал. Я ведь не знал, нашел ли Равин Антиполя деньги. И напечатал ли он свой труд. Про письмо я знал. Но чем дело кончилось, я не знал. И по занятости своей не мог узнать. И не вспоминал об этой истории. И вдруг изданная книга. Большая радость. Я спрашиваю хозяина. Не знаете, что это за книга? Он отвечает. Как мне не знать? Я же потомок Пинхаса Михаэля из Антиполя. Вы представляете? Меня просто привел к нему Бог. У меня усталость как рукой с него. И хозяин заново пересказал мне всю эту историю прям письмо слово в слово. Конечно, спать мы уже не легли. Просидели всю ночь за разговорами, за открытиями в Торино. Еще одна тема, которая стала одной из главных забот Равицка-Казильбера. Ведь из Советского Союза приезжали люди, которые даже не слышали про такую заповедь обрезание. Бритмила. В 1972 году, когда я оказался в Израиле, евреи из Советского Союза приезжали в основном необрезанные. Многие хотели сделать обрезание, но тогда в Израиле это не было организовано. Ни министерство абсорции, ни Рабанут не были к этому готовы. И часто ожидание затягивалось на месяц-полтора. А по закону Торы откладывать обрезание, если есть возможность его сделать, то есть есть мой, человек здоров. Это большой грех. И тут каждый час на счету. И я сказал своему другу, еще московскому знакомому урологу Якову Цацкису, который делал подпольные обрезания в Москве. Яков, начинай! И он в свой обеденный перерыв стал делать обрезание. И пока это не стало его официальной работой, ни разу не брал ни копейки. За неделю операции проходили от двух до пяти человек. А после операции я приводил их к себе домой на ночлег. И использовал это время, чтобы немножко беседовать с ними. Заодно я им надевал твелин. И я знаю, что некоторые из них стали даже верующими. А некоторые стали серьезно изучать Тору. Было много разных историй. В нашем доме были и правые, и левые. И надо было следить, чтобы они не перессорились. Один все писал на запотевшем стекле девиз левых. Шалом, Акшав! Мир сегодня! Любой ценой отдать все арабам, только чтоб был мир. И приходилось срочно стирать это перед приходом других. Может, они правые могут выбить окно, стекло. Но ночевать этот левый почему-то не остался. А потом, как оказалось, он хотел курить в субботу и удрал заранее. Но сейчас он соблюдает все заповеди. Я хочу отвлечься и сказать. Как-то я слышал Ицкак Гольденберг, который на израильском радио сделал серию передач, которая называется «Институт Мили» с известным диктором израильского радиа Юлией Севелой, Марком Зайчиком. И я принимал в этом участие. Так он, когда мы его интервьюировали, когда делали фильм про Равицкака, он сказал так «Равицкак, Равицкак, тот, кто его правильно воспринимает, он не может не изменить свою жизнь». Но продолжим читать книгу. О том, что у нас можно было сделать обрезание, люди узнавали друг от друга. Обычно обрезание делали в четверг. И люди оставались у нас на день, а то и на пятницу и субботу. А в воскресенье уезжали. Цацкису было удобно, он жил по соседству и приходил к нам делать перевязки. И так продолжалось несколько лет. Обрезание в нашем доме не прерывалось даже тогда, когда Гита лежала в больнице. Года через три, после того, как мы начали, в это дело включились и другие Мойли и другие организации. А сегодня Мойли разъезжают по всему миру, по всем городам бывшего Советского Союза и делают тысячи обрезаний. Вот недавно в московскую Ешиву Торад Хаим приезжал из Иерусалима Мойль Рабмойше Хаим Рубин и сделал обрезание нескольким парням. После обрезания я зашел в Бет-Медраж. А там сидит мужчина лет пятидесяти, одного отец одного из студентов Ешивы. Он приехал из Саратова посмотреть, как учится его сын. А я его и спрашиваю, шутя, скажите, а вы обрезаны? А он говорит, нет. А почему? Я больной? Ну, пошел я к Рабрубину, а он и говорит, если ты будешь сандак, я сделаю. И тут же сделали обрезание. И все обошлось благополучно. Я видел даже книжку об организации обрезаний для Балий Чува по всему миру. Во времена, когда я приехал в Израиль, такого и вообразить нельзя было. Я хочу рассказать про Раба Рубина. Много лет он приезжал в Ешиву. И в Ешиве Турат Хаим у нас был особенный кабинет обрезания. Для обрезания. Я думаю, что это единственная Ешива в мире, в которой особенный кабинет для обрезания. В Израиле нам пожертвовали все оборудование и стол, и все медицинские инструменты. И Рабхайм Рубин приезжал всегда, когда можно и нельзя. Я знаю, что я хотел организовать обрезание для одного моего хорошего знакомого. Академика, химика. И каждый раз я договаривался с Рабхайм Рубином и не получалось. Уже он летел, должен был лететь из Киева в Москву. И этот уже немолодой академик, он у него сахарный диабет, он специально принимал лекарства, чтобы быть готовым к операции. И вот буря, снежные заносы, и он не может прилететь. И вот как-то я звоню и говорю с его женой, она говорит, он прилетел утром. Я говорю ему, ей, мне нужно, чтобы сегодня вечером он вылетел и завтра сделал обрезание в Москве. Она говорит, вы что думаете, он не человек? Я говорю, конечно, я так и думаю, он не человек, он ангел. И в результате он ночью вылетел и на следующий день он сделал обрезание и этот академик говорил, это было в здании в квартире, которую снимал Колель нашей Ишивы в центре Москвы, недалеко от Лубянки. И там был какой-то пожилой еврей, он все время на него смотрел, гораздо старше этого академика. А потом он подошел к Мойлю и сказал, я тоже хочу сделать обрезание. Прямо клали матрас на стол и там делали обрезание. Это человек, который делает заповедь творца. Ну, продолжим читать книгу. Равницкак рассказывал, что он часто его приглашали в армию давать лекции перед русскоязычными солдатами. И помню, один солдат, бывший киевлянин, сказал мне, что он не обрезан. Мы условились, что он приедет в пятницу, а обычно в израильской армии спрашивают, а в советской армии разве на субботу не отпускают? Так вот, в израильской армии часто отпускают домой на пятницу субботу. И вот Цацкий пришел после работы, начал делать обрезание, а Гите пора зажигать свечи. Уже вот-вот в Иерусалиме зажигают субботние свечи за 40 минут до закода солнца, а он еще зашивает. Она говорит, освободите стол, а мы не можем. Пришлось ей в первый раз в жизни зажечь свечи на стуле. Это жена великого человека. Возле великого человека всегда находится великая жена. Так вот, этот парень собирался жениться. Так мы скоро поставили ему хупу, все точно по закону. А как-то раз было пять бритов в один день, и все дети. Так что каждый с папой или мамой, все десять человек у нас и остались ночевать. А в наше отсутствие они сварили что-то в кастрюле некошерное. Естественно, испортили посуду. Гита расстроилась. А я сказал ей «Борухашем что трефа, лишь бы сделали брит мила». Цацки сделал обрезание мастерски. Почти не было больно, и все проходило замечательно. Но один раз один человек скрыл, что у него сахарный диабет, и плохо сворачивается кровь. Пришлось вызывать скорую помощь. И он остался у нас на пятницу и субботу. Я спросил у него «Ну, почему ты не сказал?» А он мне ответил «Доктор Цацки не сделал бы мне обрезание». А помню, одного человека я уговаривал три года подряд, пока он не сделал обрезание. Звали его Вилли. Кто-то не знает, это аббревиатура трех слов Владимир Ильич Ленин. А ему было под шестьдесят. Он был профессор. Сколько людей прошло через наш дом, я не считал. Когда доктору Цацкису разрешили делать обрезание в больнице, бриты у нас дома прекратились. И вот то, что рассказывает доктор Цацкис. Я приехал в Израиль чуть раньше, чем Ицкок Зильберг. И как-то находит меня один москвич и говорит «Ты не успел мне сделать обрезание в Москве, а там я подпольно делал обрезание. Я тебя искал, а ты уже уехал». Хорошо, говорю, но здесь есть же министерство по делам религии, больницы. В чем проблема? Я туда обращался, а меня посылают то одному, то другому, и никто не делает. Так вот, без брита я и хожу. Я рассказал об этом Рабанит Сарны, а она помогала русским алимам. И Рабанит спрашивает «А в Москве где ты делал обрезание? Ну, дома делал, у брата, у приятеля». А она говорит «А почему бы тебе не делать у нас дома?» Рабанит принесла, приобрела все необходимые инструменты. Первое обрезание, которое я сделал в Израиле, я сделал у нее дома. А потом еще несколько раз делал у них. А когда приехал Равицк как Зильбер, все перешло к нему домой. Рошь Ешивы, Рав Сарны, Рошь Ешивы Хеврон, он был хорошо знаком с Рав Ицкаком. Рав с женой описали ему обстановку, объяснили насчет Бритмилы и Рабанута, рассказали, что несколько обрезаний я делал у них дома. И тогда Рав Ицкак запряг меня по старой памяти. Мы обратились к Рабанит Сарны, она приобрела в больнице Шарайцедок все необходимое, и мы стали делая обрезания в доме у Рав Ицкака, либо у моего брата, а потом в других местах. После Брита положен кедуш. Ну, мы скидывались, покупали бутылку вина, печенье, иногда приезжие сами привозили. И как-то мы делали обрезание в больнице Бекур-Халим, и вдруг Рав Ицкак исчез, а дело было зимой, в Иерусалиме холодные зимы, дожди, холод собачий. Прибегают, приносят бутылку вина и пряники. Смотрю, он без пальто, спрашиваю, где ваше пальто? Отвечает, что-то невразумительное. На следующий день вижу, опять бегает без пальто, я говорю, Рав Ицкак дождь, почему вы без пальто? А я его заложил. Как заложил? Ну, вот я приносил пряники и вино, у меня денег не было, я зашел в магазин на Штраусе рядом с больницей, отдал им мое пальто, они мне дали то, что я просил. Я побежал в этот магазин. Что вы делаете? Такой человек к вам приходит, просит бутылку вина и пряники, а вы берете у него пальто? Они говорят, ну, откуда мы знаем? Пришел какой-то русский, Руси. Так называют в Израиле евреев из Советского Союза. Я говорю, какой Руси? Это же сам Равицк как Зильбер. Ему же это надо было для Кедуша после Брита. Они говорят, если бы мы знали, разве мы взяли у него пальто? Пусть сейчас же приходит. И стали извиняться. Он пришел, отдал им 10 шекелей и забрал пальто. Это был 1974 год, я помню. Потому что потом деньги уже появились у всех. А тогда это были первые годы, когда приехали Зильберы. Из рассказа доктора Якова Цацкиса. Продолжение следует... Продолжение следует...